17 мая в центре города прошло мероприятие, целью которого была пропаганда создания безбарьерной среды для незрячих и слабовидящих людей. В нем приняли участие волонтеры отряда ОПЕН, учащиеся 10-х классов Слоемского районного лицея, члены районной организации ООО БелТИС и сотрудники ГАИ. Волонтеры останавливали случайных водителей и прохожих и рассказывали им, как вести себя рядом с незрячими людьми и как им помочь, если возникает необходимость. Сегодня мы вместе, совместно с волонтерами группы ОПЕН от БелТИС на базе лицея проводим акцию «Внимание незрячей на дороге». Поскольку начинается летний сезон, и наши люди хотели бы тоже вести активный образ жизни. Это прогулки, это выходы в парки, это пешие прогулки в магазины. Поэтому мы хотели обратить внимание общественности на атрибуты незрячих людей, потому что не все знают, какие атрибуты. Трость тактильная и очки. Но очки не всегда есть у человека. Но по тактильной трости всегда можно определить, что это незрячий или слабовидящий человек. И хотелось бы обратить внимание на правила дорожного движения. Ведь там специально есть пункт 119, который указывает, как нужно осуществлять пропуск людей с ограниченными физическими возможностями, которые потеряли зрение. Это взмах трости или перпендикулярное положение трости. Но не все водители, оказывается, обращают внимание на этот пункт и не соблюдают этот пункт. Поэтому нам хотелось бы сегодня при помощи этой акции акцентировать внимание всех водителей и соблюдать этот пункт правила дорожного движения. Кроме того, мы бы хотели сломать стереотип людей, у которых сложился такой стереотип, что незрячий человек, он должен вести пассивный образ жизни, он должен лежать и его должны обслуживать люди. Ведь это у каждого, наверное, нет ни одного здорового человека, у которого были бы все органы здоровы. Так получается, что человек потерял зрение, но он хотел бы вести активную жизнь. Поэтому, если он выходит в социум, то необходимо относиться к этому адекватно и оказывать грамотно помощь таким людям. Поэтому мы хотели бы сегодня еще дать памятки, где правила оказания помощи незрячим людям в общественных местах, в транспорте, ну и везде. Поэтому эта акция приурочена к созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. Я думаю, что она принесет положительный эффект и нашим людям будет более комфортно чувствовать себя в социуме.